Более 800 тонн продовольственного и 350 тонн семенного картофеля, не менее 1000 тонн пшеницы и 500 тонн лука-сивка. Чувашия наращивает темпы экспорта сельхозпродукции. Казахстан, Беларусь, Польша, Латвия и другие государства ближнего зарубежья с большим желанием сотрудничают с нашими сельхозпроизводителями. Как местные аграрии обеспечивают повышенный спрос, расскажет моя коллега Наталья Мальчикова. Его производство считается одним из самых трудоемких. Здесь важно соблюдать технологии на каждом этапе, чтобы не потерять весь урожай. Более 60 лет выращивания этого овоща специализируется хозяйство Яльчикского и Батревского районов. Общие тонны 736 тонн мы выращивали. Из них мы продавали 93 тонны за границу. В этом году мы контракт заключили в Молдове пока 150 тонн. С Республикой Молдова у Чувашских сельхозпроизводителей взаимовыгодное партнерство оттуда поставляют посевной материал. А у нас выращивают. Контроль за качеством особый. При экспорте сельскохозяйственной продукции, которая отгружается на экспорт, то есть за пределами Российской Федерации, во-первых, государственный инспектор выезжает на место производства сельскохозяйственной продукции, то есть досматривает всю подкарантинную продукцию растительного происхождения, осматривает условия хранения, в каком скотском помещении находится, в частности, луг, сивок. Ежегодно специалисты проверяют до 4000 тонн, отделяя некондиционный материал. Но и тот пойдет в дело для выгонки зелени пера. После того, как перебрали, мы отдельно их взвешиваем. Взвешиваем те, которые прошли, через 15 мм отверстия те, которые не прошли. Чтобы выйти на новый уровень поставок лука сивка, нужно получить сертификат соответствия. Этого требуют покупатели. Когда приобретаются семена, обязательно нужно семена приобрести с сертификатом качества. То есть должен быть сертификат соответствия, точнее, там, где написаны все сортовые характеристики этого лука, ну и в наличии вредителей, возбудителей, вредителей болезней. Развитие экспорта стало частью национального проекта. Меры государственной поддержки должны стать дополнительным стимулом для аграриев. Наталья Мальчикова, Татьяна Раевская, Борис Андреев, Республика.